Девушки отдыхают Мы с вами отправимся в музей-заповедник Горки Ленинские Сами посмотрим и вам расскажем Мы находимся в усадебном доме Владельцев здесь было очень много О том, что я сказала, что здесь были последние хозяева усадьбы Которые установили телефон, это правда Это была Морозова Зинаида Григорьевна со своим мужем Анатолием Тольчевым Рейнботом Но приобрели они усадьбу в 1909 году А сама история усадьбы очень долгая Еще в конце 15 века Первым владельцем, самым первым владельцем усадьбы Был итальянский священник Джованни Сальваторе Который приехал в Россию в составе свиты Софьи Палеолог, невесты царя Ивана III И вот этот самый священник принял православие Он женился на русской женщине И это был очень необычный поступок по тем временам За это царь даровал ему тельцо горки Зинаида Морозова приобретает усадьбу в 1909 году И все, что мы с вами, ребята, видим Весь интерьер, она сама, то есть украшает Мы видим с вами красивую изысканную мебель В основном мебель красного дерева В основном это стиль ампир, который пришел к нам из Франции Обратите внимание, очень красивые золоченые часы Бронза, Франция, конец 19 века Вот такие красивые, роскошные предметы интерьера Будут нас с вами сопровождать в каждой комнате Это фортепиано, на нем как-то играл, Владимир Ильич? Вы знаете, сейчас у нас по стечению обстоятельств В усадьбе находится действительно подлинная фортепиано Или пианино, это скорее пианино Семью Ульянов Оно находится у нас в другой комнате Я вам обязательно его покажу Так как музей на данный момент Кабинета квартир Ленина в Кремле Где находится подлинный предмет семьи Ульяновых На реставрации И там находится этот инструмент Здесь, то есть, да А вот этот инструмент, это не ульяновский Кабинета квартир Ленина в Кремле Мы с вами находимся в парадной столовой Которая, от чего, собственно, слово парадная Это значит красивая, украшенная На самом деле, да, и подтверждает это название Эта комната, она очень торжественная Очень красивая Здесь изысканная мебель Сделана она, кстати, из редкой породы дерева Карельская береза называется Она, эта древесина очень ценная Произрастает она только в Карелии И обратите внимание, что вся мебель, которая окружает нас Сделана в едином стиле В стиле неоклассика, как и создан сам дом Когда Зинаида Григорьевна приехала в Горги То она пригласила сюда известного архитектора Шехтера Федора Основича Который сделал из классического дома Конца 19 века стиль неоклассика Начало 20-го Поэтому это даже отразилось и в мебели Перед нами очень красивый сервиз Фарфор вейт Вот, кстати, зимний вариант сервиза У Зинаида Григорьевна был еще летний вариант Зимний такой более темный, насыщенный цвет кобальт Что касается готовки пищи То хотелось бы спросить у вас Как вы думаете, где еду готовили? Потому что здесь мы с вами не видим На кухне Кухня где располагалась, как считаете? В этом доме? В этом Еще есть какие-то варианты? Может, в соседних домах В соседних Мы с вами проходили два двухэтажных дома Вот хочу сказать Тот, который подальше находится Это гостевой дом Когда гости приезжали в усадьбу Их размещали обычно отдельно в домике Еду уже готовили во втором двухэтажном доме Там была кухня и жил обслуживающий персонал Но обратите внимание Ведь еду, если переносить готовую по улице Из одного помещения в другое Она же ведь остынет достаточно быстро Для этого хозяева придумали тоже очень хитрый план Они сделали подземный ход И существует подземный ход, который соединяет этот дом и кухню Поэтому по закрытому ходу еда доставлялась вполне горячая А мы сможем выходить по этому проходу? В данный момент проход, к сожалению, закрыт Это обусловлено тем, что в этом помещении, где находится подземный ход Очень повышенная влажность Там очень холодно Видимо, когда-то была нарушена гидроизоляция Не знаю только технических моментов Но просто прогуляться там, к сожалению, не сможем Он закрыт Вот именно по причине того, что там очень холодно и сыро Хозяева получали физическую пищу, да А духовную пищу они получали в библиотеке Где очень много интересных книг Сейчас мы с вами пройдем в библиотеку усадьбы и рассмотрим ее Мы продолжаем с вами наше путешествие на дому И мы оказались в усадебной библиотеке Именно так такие помещения в усадебах и выглядели Нет ничего лишнего Все, что необходимо, это письменный стол, кресло И, конечно, большой книжный шкаф Здесь мы с вами можем увидеть шкаф, заполненный книгами С этой стороны книги конца 19 века Дело в том, что эти книги отличаются от следующей половинки шкафа Книги кожаного переплета с золотистым тиснением То есть это действительно книги прежних хозяев усадьбы Зинаида Морозова и ее мужа Анатолия Антольевича Ренбота Далее мы с вами можем увидеть книги из библиотеки Владимира Ильича Когда он жил здесь, работал, он, естественно, пользовался литературой Я читал им очень много И читал он не просто так Он читал быстро перелистывая книгу И где-то за какой-то короткий период времени Он мог воспроизвести по памяти целые отрывки То есть читал он методом скорочтения Вообще у него была уникальная память И к слову о памяти Он владел девятью иностранными языками Книги он читал без перевода Поэтому у нас здесь также находятся и книги на иностранных языках Можете здесь увидеть на французском, на английском, на немецком языке книги Ну и, конечно, классиков Очень любил Чехова, Тургенева Здесь мы с вами можем увидеть книги Толстого Ну, в общем-то, книги классиков конца XIX и начала XX века Очень интересный предмет у нас находится в этой комнате В каждой комнате у нас есть какие-то интересные такие с изюминкой вещи Вот, например, такое кресло, оно называется ушастая Но вы видите, вот эти вот элементы Они действительно ушки напоминают Такие кресла появляются в европейских замках Это еще носит название Вольтеровское кресло Дело в том, что там, где гуляют сквозняки в большом пространстве Вот это место защищает человека Как раз вот это место защищает от сквозняков Это кресло многофункционально То есть для своего периода, оно немножко даже опередило время Выдвигается подставка для ног Здесь же есть подставка для чашечки, чая или книги, например А еще обратите внимание, есть отверстия в подлокотниках Вот вопрос вам Как думаете, что же сюда можно было поставить? Для чего эти отверстия? Может быть, для того, чтобы здесь поставить чернила? Чернильницу? Нет Но она должна быть с каким-то вот штыречком, наверное, не очень удобно А еще какие варианты? Так эти шарики называются То есть ты думаешь, здесь декоративные такие были шарики? Нет, ребята, тут интересная история Сюда вставлялись подсвечники И зажигались свечи Ну, вы понимаете, что когда такие кресла появились, то электричества не было И было очень удобно зажечь свечи и при свечах почитать книгу Вот такое интересное кресло Ну вот То есть каждый, конечно, предмет у нас имеет свою интересную историю Здесь читали книги, здесь писали письма Ну, а где же развлекались? Развлекались в специальной комнате Это парадная гостиная с элементами зимнего сада Очень красивая комната, куда мы с вами сейчас пройдем Я рассказывала о том, что в доме обязательно должна быть комната, где собирали гостей На какие-то веселые мероприятия Например, на музыкальный вечер какой-то интересный Или на танцы То вот эта как раз комната, она была предназначена именно для этого Федор Осипович Шехтель, который реконструировал дом в стиль неоклассика начала 20 века Сделал очень интересное такое изменение в доме На самом деле, до этого дом заканчивался вот этой стеной Вот этой комнаты не было А Шехтель построил это дополнение к дому Назвал это зимним садом И получилась такая полукруглая комната Если вы пройдете по улице и посмотрите на эту пристройку Вы никогда в жизни не подумайте, что она внутри такая большая А когда вы заходите сюда уже, то она вот раскрывается как цветок Вот такая красивая задумка Федора Осиповича К тому же, им же было придумано и большое окно с выходом в парк Вот так он хотел продолжить дом в парк И особенно это чувствуется летом Зинаида Григорьевна попросила сшить большие шторы в мастерских театральных И сшили такие вот, как занавес театральный Сшили массивные шторы с золотистыми пчелками Вот на этих шторах живут золотистые пчелки На самом деле это символ французской империи Присутствует символика достаточно в большом количестве в интерьере дома Перед нами ближний центр композиции Исключается в скульптуре Она достаточно печальна Но это французский скульптор Фонсуа Жифруа 19 век Дальний же центр Это красивая ваза Я вам хочу рассказать о том, что когда солнечного света много на улице И он пробивается сквозь окно То эта ваза светится буквально изнутри Сейчас не создается такое впечатление Это просто мрамор тяжелый А вообще он настолько тонкий, что светится В этой комнате не только проходили музыкальные вечера Вы увидели уже, я думаю, такой музыкальный инструмент Пиано, он называется Кстати, на котором играла и не только во времена Зинаида Григорьевна Но и во времена Владимира Ильича Играла прекрасно, превосходно Играла Мария Ильинична, младшая сестра У нее было очень хорошее музыкальное образование Так вот, Владимир Ильич очень любил кинематограф И здесь устраивали такие киносеансы Если вы посмотрите на противоположную сторону То вы увидите кинопроектор французской фирмы Патте Привезли его специально из Кремля по просьбе Ленина И смотрели здесь фильмы То есть проектор устанавливали в этой части В Зимнем саду Напротив на окно вешали экран И проецировали изображение А так как фильмы первые, они, ребят, какие были? Черно-белые Черно-белые Из озвученной, со звуком Только со словами написаны Да, только либо слова написаны Либо немые совершенно Ну, это немые фильмы и были Поэтому, конечно, они сопровождались игрой На этом инструменте И, как я уже рассказала, играла как часто маняша В этой же комнате 7 января 24-го года Незадолго до смерти Владимира Ильича Была устроена новогодняя елка Для ребят из деревни Горки Рядом в деревне проживало очень много ребят И Надежда Константина с Марией Ильичной Как-то решили этим ребятам устроить небольшой праздник Вот здесь в центре комнаты, представьте Была поставлена елка Сам же Владимир Ильич присутствовал на этом празднике Правда, он уже был прикован к инвалидному креслу И, собственно, тем не менее На празднике он был Детей, конечно, поздравили С Новым годом Мы водили хороводы И подарили какие-то маленькие конфетки То есть все, что можно было в то время А на елке висят старые игрушки? То есть времен Владимира Ильича Или уже новые? Хочу вообще рассказать Появление этой елочки в нашем доме Во-первых, она, конечно, появилась здесь неспроста Во-первых, у нас в преддверии Нового года сейчас И мы хотели бы создать такую новогоднюю атмосферу Но еще у нас проводится в усадьбе Это такая интересная программа для детей И для взрослых История Нового года в усадьбе Она рассказывает о возникновении Нового года Как в усадьбах проводили Какие традиции были усадебные И, конечно, рассказывает о елочной игрушке Вот действительно, эта елка На ней висят старинные игрушки Здесь есть игрушки 20-х годов, 30-х, 40-х годов прошлого века Игрушки очень старинные Мы с вами находимся в рабочем пространстве дома Это рабочий кабинет С очень красивым, как вы видите, рабочим столом Это стиль ампир Мощные ножки с декоративными элементами, характерными для ампира На столе экспозиция документов Но это уже документы, не с которыми работали последние владельцы усадьбы Это документы, сохранившиеся от жизни здесь Владимира Ильича Ленина Он работал на... Конечно, естественно, продолжал работать и здесь И даже его отдых в горках называют деловым Он написал здесь почти 900 разных произведений Но что я имею в виду? Это заметки, письма, какие-то брошюры Что касается календаря Мы с вами можем увидеть календаря с изображением любимого писателя Кто это? Чехов Чехов, конечно, Антон Павлович Чехов И под портретом Чехова мы видим с вами старый календарь 24-го года На нем оставшаяся дата 21 января Ну, в этот день Владимир Ильич почувствовал себя хуже И в течение всего дня провел в своей комнате В эту комнату не выходил Дом в усадьбах был разделен на две части На мужскую половину и женскую Мы с вами по-прежнему находимся в мужской половине дома А сейчас я хочу вас пригласить в женскую половину дома Мы в женской половине дома, напоминаю Мы перешли с вами уже в женскую половину дома И оказались в женской гостиной Но действительно она очень светлая Вы можете обратить внимание на внутренний интерьер Все сочетается И цвет штор, и цвет стен, и обивка мебели Вот здесь также достаточно редкая порода дерева Это волнистая береза Я имею в виду гарнитур мебельный Такого медового оттенка А это, опять же, корейская береза С которой мы с вами уже познакомились В этой комнате женщины собирались для того Чтобы в основном порукодельничать А так как, конечно, какое было развлечение У женщин, которые жили в усадебных домах Они обычно вязали, шили, рисовали Вот здесь как раз у нас сохранено в этой комнате Несколько подушек Украшенных рукой, знает Григорьевна Морозовой Что касается предметов интерьера То она очень любила Во-первых, она очень много путешествовала Она ездила по разным государствам И привозила оттуда всевозможные сувениры Вот, например, как-то из Англии Она привезла вот такой аппарат Вы можете его увидеть на столе И хотелось бы мне у вас спросить Как вы думаете, что это за техника такая? Почему это? Смотреть кино То есть это как что-то вроде кинопроекта А еще какие варианты? Может быть фотографии смотреть Как фотоаппарат? Что-то смотреть, что-то похожее Как проекта, но там вот вставишь фотографию Там вот взгляды Ты молодец, на самом деле Нет-нет-нет, на самом деле это правильно Мысль в правильном направлении Здесь сюда вставлялись картинки И это называется стереоскоп Такая стереопар картинок Вот когда смотрели в окошке То изображение становилось объемным То есть сейчас, как это у нас называется Когда мы ходим в кинотеатр? 3D Поэтому так вот ласково Он называет прадедушка 3D Ребят, надеюсь, что наша экскурсия Сегодняшняя для вас оказалась полезной Познавательной и очень интересной Благодарю вас за внимание Спасибо Как много интересного узнали мы в этом музее Мне очень понравился стол Владимира Ильича За которым он работал А мне больше всего понравился женская гостиная А мне, ребят, понравилась библиотека Она такая большая А мне понравилось все А значит, мы сюда еще раз обязательно вернемся Пока! Субтитры сделал DimaTorzok